Электроэнергия и природный газ важны для жизни и экономики ресурсы. Поскольку инфраструктура и их производство не модернизировалась на протяжении многих лет, наблюдаются большие потери при их доставке. Необходимость упорядочения расчетов в этой сфере требует автоматизации учета. Так, в семи районах и городах, где была внедрена автоматизированная система контроля и учета электроэнергии, собираемость платежей увеличилась на 40%, а дебиторская задолженность снизилась на 20%. Вместе с тем, в завершении внедрения автоматизированных систем в остальных регионах страны, установленные сроки и достижения поставленных целей потребуют упорной системной работы. В связи с этим на совещании обсуждены вопросы полноценного внедрения автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и природного газа. Отмечалось, что на эти цели выделяется около 1,2 миллиарда долларов. Результативность и отдачу от этих средств невозможно обеспечить одной лишь установкой счетчиков. То есть одного только знания о том, сколько энергоресурсов потратил потребитель, недостаточно для пресечения потерь и хищений в системе. Для этого необходимо создать целостную онлайн-систему, охватывающую каждое звено в цепи производителей энергии, магистральные сети, распределительные сети, потребитель, сказал глава государства. Подчеркнута важность повсеместного установления счетчиков, организации сервис-центров по их обслуживанию, обеспечиванию бесперебойной работы приборов, подготовки квалифицированных кадров. Хакимом, руководителем секторов и активистом Махали указано на необходимость постоянной работы с населением, усиление среди него разъяснительной работы о важности своевременного погашения задолженности и недопустимости незаконного подключения к сети. Сегодня на местах установлено почти 4 миллиона счетчиков электроэнергии, из которых 2 миллиона подключены к единой электронной базе данных. На совещании перед Акционерным обществом Худуде и Электротермоклары поставлена задача установить до конца года еще 3,5 миллиона счетчиков электроэнергии и полностью запустить автоматизированную систему к 1 марта 2021 года. Кроме того, поручено установить электронные счетчики у крупных потребителей и субъектов предпринимательства в распределительных пунктах и трансформаторах, подключить их к единой электронной базе данных. Отмечалось, что АО «Худудгазтамонод» должно будет установить 1 миллион 200 тысяч современных счетчиков газа до конца нынешнего года и еще 2,3 миллиона до первой половины следующего года. При этом в ближайшие 4 месяца будут охвачены 22 района и города с высоким уровнем потребления природного газа и показателей задолженности. К автоматизированной системе будут подключены более 4 тысяч крупных потребителей. Газонаполнительные станции, предприятия по производству газа, а также 850 теплиц. Министерству энергетики поручено координировать и проконтролировать доставку, установку и подключение счетчиков в каждом районе и городе. Хакимам областей, районов и городов поручено создать рабочие группы, координировать процесс установки современных счетчиков у населения, оперативно решать на месте возникающие проблемы. Подчеркнуто, что для эффективной эксплуатации систем необходимо организовать обучение технического персонала и IT-специалистов акционерных обществ «Худуды» и «Электротермоклары» и «Худудгастамэнонт». Повысить их квалификацию и навыки работы с автоматизированной системой учета. Умение полностью задействовать его возможности и удобства. Дано указание касательно налаживания в каждом регионе системы ремонта и обслуживания счетчиков и иного оборудования. На совещании также рассмотрен вопрос сокращения дебиторской задолженности по электроэнергии и природному газу. Руководители отрасли представили презентацию о мерах по внедрению автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и природного газа. Также на видеоселекторном совещании была проанализирована проводимая работа по противодействию пандемии коронавируса. Отмечено, что эпидемиологическая ситуация в мире все еще остается сложной. И в ряде регионов республики отмечается рост числа инфицированных. Потому обозначены задачи по профилактике заболевания, обеспечивающей железной дисциплиной. Также на видеоселекторе рассмотрена работа по поддержке граждан, вернувшихся из-за границы. Содействие им по услугам здравоохранения, обучения профессиям, трудоустройству, повышению доходов. Информацию, проводимую в данных направлениях работе, озвучили ответственные руководители.